В субботу можно посвятить уборке, лежанию на диване, закупкам продуктов на неделю, но лучше махнуть на все рукой и провести время с пользой, азартом и в приятной компании. Именно так и решили более ста человек, принявших участие в первом Молдове турнире по сбору пазлов. Организаторы говорят, идея так понравилась интернет-сообществу, что регистрацию команд пришлось прекратить на неделю раньше. Зал не мог вместить всех желающих. За два часа командам предложено собрать идиллическую картинку из 500 деталей. Сбор пазлов дело вроде нехитрое, требует внимания до покоя. А если задачу усложнить, таймер, сотни деталей и сложный узор, чтобы выполнить задание, командам придется работать слаженно, буквально рука об руку. И, конечно, у каждого стола своя стратегия, ведущая к победе. Придерживаемся формы, цвета. Ну, это основные. Стратегия выиграть. Пока, не знаю, пока соображаем только общий план картины, то есть, насколько она будет большая. Собираем главное, чтобы рамку, и дальше будем уже заполнять внутрь. Люди говорят, что такое времяпрепровождение им по душе. Кто пришел с семьей, кто с друзьями. Мы всегда за активный отдых приветствуем такие мероприятия, поэтому... И детей вовлекаем. Да. Лишний повод встретиться. Все-таки это интеллектуальная игра. И нас это захватывает. И это... Не знаю, интересно. Желающих снискать лавры чемпиона по сбору пазлов оказалось так много, что регистрацию команд пришлось прекратить на неделю раньше, как только стало ясно, что участников больше, чем может сместить зал. Организаторы учли это на будущее. Это будет большой какой-нибудь актовый или спортзал, и мы соберем всех желающих, и никто не останется в стороне. В турнире приняли участие 27 команд. Победителям вручали подарки – настольные игры. В следующий раз организаторы обещают провести акцию в преддверии Масленицы. Они пригласят людей на инсценировку знаменитой народной забавы «Кулач бой стенка на стенку». В прошлый раз они устроили бои с снежками.